Слава бодрые братья и сестры, я знаю, что вы уже утомлены, поэтому я постараюсь быть максимально лаконичным. Не знаю, заметили вы или нет, но евангельское христианство – это самое нематериальное вероучение в этом мире. Я специально не использую слово «религия», потому что религия дышит мертвичиной такой, чем-то неживым, чем-то законсервированным. Это самое нематериальное учение, евангельское. Прошу сейчас забыть про купола, про одежды, про наряды, про кресты, про золото, про бриллианты. Всего этого нет в Евангелии. Я говорю о евангельском вероучении. В Евангелии не прописано, сколько раз мы должны собираться, какого цвета одежду мы должны одевать, сколько песен мы должны петь, сколько братьев должны проповедовать, на каких стульях или в каком месте мы должны собираться, что с собой нужно иметь для молитвы, сколько раз в неделю поститься. Ничего всего этого в Евангелии нет. Евангелие, христианство евангельское – это самое нематериальное вероучение. И когда мы говорим о практическом христианстве, может, кто-то думает, что есть какие-то советы, чтобы нам, знаете, начать с плоти, чтобы сразу ее порабощать, и тогда наша духовная жизнь, она будет лучше. Но вы знаете, все религии начинают с плоти, потому в каждой религии есть очень много предписаний, как и что делать. И что интересно, что все эти религии не ведут никуда, потому что душа мучится, и для того, чтобы не мучилась душа, они наказывают тело. И порой, наказывая тело, мы не всегда наказываем плоть. Под плотью я имею в виду то греховное, что живет в нас, что, Павел говорит, должно быть распято со страстями на кресте. И когда мы говорим о практическом христианстве, «Может быть, нам бы было легче, если бы вышел какой-то брат и сказал, братья и сестры, мне было откровение». Итак, для того, чтобы Бог был нами доволен, нужно исполнить всего пять вещей. Просто. Первое – это вставать в пять утра, потому что все любящие Господа должны вставать в пять утра. Второе – не есть животной пищи, потому что, чтобы не проливалась кровь, а быть вегетарианцами. Третье – одевать только белые, потому что белый цвет – это символ чистоты. Четвертое – собираться мы должны только по воскресеньям, потому что ибо в первый день недели воскрес наш Христос. Ну и пятое, допустим, я не знаю, молиться четыре раза в день. Вот каждых разбить 24 часа, так приблизительно молиться четыре раза в день. Исполняя эти пять принципов, вы будете здоровыми, живыми, правильными христианами. Вот вам пять шагов практического христианства. И если бы этот брат так сказал им, возможно, мы бы поверили и начали бы так делать. Скорее всего, вы знаете, все эти шаги никак не влияют на мою греховную натуру. Они влияют на мой график, на мою самодисциплину, может быть, на какой-то самоконтроль. Но они ничем не порабощают мою духовную свободу. Я как жил, так могу и жить. Тема моей сегодняшней проповеди – практическая духовность. И если вы ожидаете, что я вам скажу что-то наподобие этого, во сколько вставать, во сколько ложиться, сколько глав Библии читать, и как долго молиться, то, возможно, эта проповедь не для вас. Практическая духовность – это то, что меняет внутренность человека, а не начинает с внешности для того, чтобы подкорректировать его. Если корень не осветился, если корень гнилой, то никогда там не будет здоровых плодов. Поэтому можем отрезать ветки, прищеплять новые, если порченный корень ничего не будет. Для своего и вашего внимания я зачитаю небольшой отрывок Священного Писания. Это будет послание к Галатам, 6 глава, с 1 по 11 стих. У кого есть Библия или Евангелие, вы можете открыть, потому что мы дальше или больше никуда убегать не будем с этого места. Итак, послание к Галатам, 6 глава, с 1 по 11 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, напоминаю, это проповедь для нас, проповедь сугубо для духовных, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Видите, как много написал я вам своею рукою». Видим, брат Павел. Интересно, что Павел начинает этот отрывок, что вы духовные. И все, что говорится ниже, он говорит духовным людям. То есть бездуховный, понятно, этого не поймет, он никого не будет исправлять, он не будет ни за чем смотреть. Интересно, если вы были внимательны в этом отрывке, там «смотри за собой, неси свое время, получишь свою награду, сам пожнешь, если не ослабеешь». Все говорится о себе. Нам всегда хочется поменять других, вместо того, чтобы заняться собственной душой. Но об этом немножко позже. Смотрите, что интересно. Павел, когда он подписывает или подчеркивает какую-то особенно важную мысль, он говорит, «Видите, как много написал я вам своею рукою». В Новом Завете всего четыре таких места, где Павел, подчеркивая особенность этого места, он говорит, «Я, Павел, написал своей рукою». Таких всего четыре места. Это Колоссянам 4,18 и 2 Фессалоникийцам 3,17. Там он благословляет, ибо благодать Господа нашего Иисуса Христа. И Филимону 1,19, где он говорит, «Я, Павел, написал своей рукою, я заплачу». Идется речь о бывшем рабе. Всего четыре места, где Павел подчеркивает, что он написал своей рукою. И только это место носит характер такого, знаете, совета для духовных людей, как им правильно себя вести. Мы часто думаем, что духовность заключается в том, как мы ведем себя, может быть, или во что мы одеты. И я верю, что большинство из нас в этом зале уже достаточно духовно зрелые. Потому я не буду оговариваться каждый раз. Если я говорю, что духовный – это не только тот, который ведет себя правильно, это не означает теперь, что себя нужно вести неправильно. Нет, я думаю, вы понимаете эти вещи, что человек духовный, он не будет себя вести неправильно, даже если вы ему разрешите делать подобные вещи. Потому что духовный не грешит не потому, что нельзя, а потому, что он не хочет. И даже если ему можно, даже если ему позволят, даже если ему скажут «давай», он скажет «я не пойду», потому что это не назидает, это не приносит пользы, и я не вижу в этом смысла. Но как бы там ни было, Павел пишет, что духовные исправляют согрешившего в духе кротости. В духе кротости или в духе сдержанности? Вы знаете, очень легко человеку быть просто нездержанным. Он согрешил, и ты еще приходишь и говоришь, как в одной книге было написано, у одной девочки как-то так получилось, она пробовала прощемиться сквозь узкий проход, и она, ну из-за того, что было узко, она полностью оберла кожу с плеч, с двух сторон, по самые запястья рук. И один дедушка говорит, у меня есть лекарство. Она говорит, точно, точно, он взял что-то белое, так она описывает, взял что-то белое и потер ей вот эти вот оголенные участки тела. Как вы думаете, чем дедушка потер? Правильно, солью. Дедушка солью ей потер. Да, это убило заражение, да, это оказалось свой эффект, но этой девочке в тот момент было неприятно. Поэтому вот мы по своей плотской натуре, мы склонны, если человек согрешил, сразу быть несдержанным, сказать, слушай, так вот тебе, вот ты приступил тут, ты приступил тут, ты приступил тут, и все, и гореть тебе в аду. Библия говорит, Библия говорит, вы духовные, если вы духовные, исправляйте. Конечная цель всех наших служений, конечная цель всех наших бесед, конечная цель всех наших встреч и молитв, чтобы человек, что сделал? Исправился. Ни одному служителю, ни одному духовному человеку, ни одному члену церкви нет пользы от того, что в этом году нас покинуло 20 человек, или 40, или 100, и все они ушли в ад, все они ушли в мир. Какая польза нам от этого? Наша задача, чтобы человек был исправлен, чтобы он исправился, чтобы он стал лучше. Сказать грешнику, что он грешник, это невеликое дело, потому что грешник, он сам понимает, что он грешник, а помочь ему исправиться. Проблема людей в том, что они не знают, как стать лучше. Они пробуют разные методы, но они не знают, как стать лучше. Поэтому духовный человек, он исправляет. И знаете, что интересно написано? Исправляя другого, можно и самому впасть в искушение. Тут написано, чтобы не быть искушенным. В греческом тексте написано, наблюдай за собою, чтобы ты не был захвачен. Пока я дерзновенно бросаюсь исправлять какого-то брата или сестру, Библия говорит, наблюдай за собою, чтобы ты не был захвачен. Потому что пока я тяну его, я могу утонуть сам. И парадоксально, если я буду утонуть именно в этом грехе, из которого я только что тянул человека. Поэтому наблюдай за собою. Пробуй менять другого человека. Наблюдай за собою. Если в моей жизни сквернословие и ненависть, а я пробую спасать кого-то от алкоголизма, это знаете, это два слепых барахтаются в яме и пробуют найти ветку, которой там нет. Наблюдай за собою, только если ты имеешь дерзновение помочь другому человеку, и ты духовный, подчеркиваю, духовный. Наблюдай за собою, чтобы не быть захваченным тем же грехом. Вы знаете, многие люди, которые грешат, мы все грешим, но есть люди, которые борются с своими грехами, есть просто те, которые не борются. И те, которые не борются, им хочется, чтобы им посочувствовали. Но вы знаете, человеку, который уже не может победить грех, ему не нужно сочувствие. Ему нужна помощь. Я думаю, каждый из вас знает, что если мы приходим к врачу, конечно, сочувствие приятно, но лучше бы он помог. Если он не поможет, а просто посочувствует, спросит, когда у нас день рождения, а сколько у нас детей, какие мы молодцы, и потом скажут, приходи через неделю, приходи через месяц, приходи через год. Мы ходим, истощаем, ну не свое имущество, истощаем свою иншуру, а ничего не происходит. Человеку, которому плохо, человеку, который болен, ему нужна помощь. Сочувствие ему не поможет. Ему нужна конкретно помощь. Наблюдай за собой, чтобы не быть захваченным. В первом фасилоникийцам 5.14 написано, умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Были в вашей жизни моменты, когда ты общаешься с человеком и потом слаживается впечатление, что вы просто ходите по замкнутому кругу. Ты ему даешь совет, он как бы дает тебе контраргумент, ты ему аргумент, контраргумент, потом ты чувствуешь, что после часа вы просто ходите на месте, ты ему даешь те же советы, он тебе дает те же контраргументы, и потом что кончается? Кончается терпение, кончается долготерпение, и потом звучит фраза, живи ты как хочешь и не приставай. Но Библия говорит, что будьте долготерпеливы ко всем. Это очень сложно исправить человека, очень сложно исправить себя, над собой мы работаем всю жизнь. Почему мы думаем, что одной моей фразы, одного моего умного слова, одной сильной проповеди хватит, чтобы человек поменялся? Нет, это кропотливый труд. И Библия говорит, что будьте долготерпеливы ко всем. Далее Павел говорит, что носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Вы знаете, нигде в Библии не написано, что здесь идет речь о том, чтобы поменяться бременем, чтобы изнять свое тяжелое, взять чье-то легче, или может быть как-то схитрить, сманипулировать. Носите бремена друг друга, и кажется уже, бросай свое, хватай чужое. Но потом ниже мы читаем в пятом стихе, ибо каждый понесет свое бремя. В чем суть? Опять-таки я обращаюсь к духовным, обращаюсь к вашему духовному человеку, к своему тоже. В чем суть всего этого процесса? Носить бремена друг друга. Это означает, что я не только могу нести свое бремя, но у меня есть ресурс для того, чтобы помочь тому, кто этого бремени поднять не может. Вы знаете, чем отличается благодать от закона? Благодать всегда идет со знаком плюс. Вот если по закону, что тебе нужно? Семь дней пресноков? Легко. Что тебе нужно? Там, я не знаю, семь больших праздников соблюсти? Легко. Три раза в Иерусалим? Спокойно. Ты все исполнил? Ты молодец. Ты правоверный иудей, ревнитель закона. Благодать это всегда со знаком плюс. Вы скажете, где ты такое нашел? Ну вот смотрите, ударь по правой щеке, ударят. Что сделай? Подставь левую. Попросит пройти одно поприще. Сколько пройди? Два. Жертвуй по силам и сверхсил. Тут неси свое бремя и чужое. То есть благодать это всегда со знаком плюс. Хотите вы этого или нет? Если моя христианская жизнь, ее хватает только на то, лишь бы влочить свое бремя, значит я где-то не дорабатываю. Потому что Бог, Он силен, Он всемогущ. Раз всемогущий Бог во мне бессилен, значит что-то неправильно со мной. Где-то есть, мне не хочется в этом признаваться. И никому из нас не хочется в этом признаваться, что всемогущий Бог почему-то во мне бессилен. Раз Он во мне бессилен, я свое бремя дотянуть не могу, то чужое я тем более не понесу. Понятно, если это начало духовного пути. Понятно, если мы только родились свыше, и мы как бы еще неопытны. Но если мы уже зрелые христиане, и нам все равно нужно, чтобы нас кто-то постоянно нес куда-то, это уже проблема. Поэтому знак плюс, образный этот знак плюс, это и есть исполнение закона Христова. Потому что Павел пишет, когда вы носите бремена друг друга, вы исполняете закон Христовый. Когда я молюсь не только за себя и свою семью, но и за других. Когда я прихожу в церковь не только, чтобы получить, но и отдавать. Когда у меня проблемы, касающиеся не только меня, а кого-то еще. И я беру эту нужду, я беру это бремя, я подвязаюсь за человека, я пробую человеку помочь. И далее просто удивительно. Так все было только что духовно. О том, что нужно помогать, о том, что нужно носить бремена друг друга. И смотрите, что говорит нам третий стих. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Опасность духовных в том, что порой подвязаясь за всех и чувствуя, что величина, ну смотрите, я иду, как еще люди не ложат под мою тень что-нибудь, чтобы происходило чудо. Подумать о себе что-нибудь, будучи ничто. Вы знаете, в чем проблема? Что ни один духовный человек не скажет вам, что он чего-то добился сам. Потому что даже проповедь, я не знаю, даже молитву нормально совершить сам по себе, человек не может, если Дух Святой его не наполнит. Если не будет присутствия Божьего на этом месте. Вы знаете, без Бога я и каждый из нас, мы не можем сделать ничего. В духовной жизни без Бога мы не можем сделать ничего. Почему на горной проповедь смотрится так сюрреалистически? То есть, как будто это невозможно. Да никогда без Бога я не подставлю левую щеку. Разве только я буду парализованный и привязанный. Тогда, может быть, дадут мне по левой щеке, я скажу, Господи, смиряюсь, потому что руки привязаны. Никогда я не пойду в второе поприще. Я еще на первом буду бурчать, почему меня заставили, а не кого-то другого. Я никогда не дам сверх сил. Я буду высчитывать те финансы, которые у меня есть, высчитывать так скрупулезно, чтобы там случайно лишнего ничего не отдал. И никогда без Бога я не понесу чужое бремя. Вы можете с этим согласиться, вы можете не согласиться, но без Бога никогда ничего этого не произойдет. Когда я ухвачусь за чужое бремя без Бога, я, наверное, завалю этого человека, которому помогаю. И сам... Вы видели много видео на Ютубе? Особенно молодые, наверное, видели курьезные ситуации в спортзале, когда человек поднимает штангу, вытолкнуть ее, силы есть, опустить. Она уже по инерции опускается, и все. И то есть она просто падает на грудь и лежит. Если никто не прибежит, человек просто барахтается ногами. Вот наша христианская жизнь, это вот, знаете, порой жизнь начинающего штангиста. Мы приходим, берем бремя, давай еще, я возьму это служение, я сделаю то, я другое, я помолюсь за тебя, тебя посещу. Мы все сделаем. Нам нагрузили этих блинов бремени. И я хопа на первом рывке. И все. И потом, если мне не придут, не помогут, так и буду лежать с этой грифелем этим на груди. Мы должны понимать, что без Бога я не могу делать ничего. И поэтому Павел после бремян, которые носят друг к другу, он говорит, если кто-то думает, что он что-то, будучи ничто, тот что делает? Тот обольщает сам себя. Потому что как только, на какой бы я высоте ни был, как только я отворачиваюсь от Бога и начинаю делать что-то своими силами, сразу теряется успех. И вы знаете, я не говорю, что сразу валится служение. Нет, служение еще по инерции может продолжаться списать на настроение, на обстоятельства, на что-то еще. По инерции служение пойдет, но духовной силы уже не будет. Вы знаете, христианин без Бога, это как, ну я не знаю, новый еще не вышел, в сентябре выходит новый айфон. Я не разбираюсь сильно, когда они там выходят. Но это вот 10-й айфон без зарядки. Или какая-нибудь машина хорошая, без бензина. Или плита без электричества. Оно дорогое, оно Samsung, может быть LG, может быть это десятка, может там фотографии с пикселями или без пикселей. Но если оно не заряжено, этим телефонами, не знаю, радует что мух бить на столе, если они там есть. Христианин без Бога, это телефон без зарядки. Это машина без бензина. Вы знаете, хочешь Мазерати, потолкай ее без бензина. Я думаю, желание через метров 100 пропадет. Вообще такую дорогую машину, лучше бы купил себе версу какую-нибудь, толкал бы ее, она легенькая, маленькая, и не знал бы беды. Поэтому мы должны понимать, что без подзарядки мы никто. И поэтому, если у меня есть какие-то ордена духовные, конечно же, медали, достижения, подвиги, выслуга лет и так далее, в тот момент, когда я ухожу от Бога, оно все теряет смысл. Оно все теряет в принципе то, для чего я трудился. Я теряю свою награду. И смотрите, как интересно, каждый доиспытывает свое дело. Я не знаю, почему мы, люди, склонны к тому, чтобы все утаивать в себе. Павел пишет, признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы кто-то был исцелен, кто-то получил освобождение, а я прячу. И вы знаете, что когда я прячу себя настоящего, кому я делаю хуже, как вы думаете? Я делаю себе, потому что грех большой, я его сам побороть не могу. Я о нем никому не расскажу, потому что, ну, стыдно, соответственно, я никому не рассказываю. Соответственно, мне никто не помогает. И что в конечном итоге происходит? Я побежден грехом. Когда я не признаюсь перед человеком, когда я не показываю, что мне нужна помощь, когда я не ищу, чтобы кто-то мне помог, я делаю хуже самому себе. Вы знаете, у нас почему-то просто так, ну, как-то принято, что служитель бегает за всеми. В Библии как написано? Если болен, кто из вас, что он должен делать? Призови. Ну, ладно, у нас церковь маленькая, а где церковь побольше? Может, он не в курсе всего происходящего, или они, как служители, не в курсе. Надо тебе, призови. Понимаете, это когда ты звонишь человеку, говоришь, помолись за меня, помоги мне. Он говорит, о, сервис плохой, и отключает телефон. Это одно. Но когда ты даже не звонишь, а люди должны как-то догадываться, что у тебя проблема, что у тебя нерешенный грех, что у тебя нет освобождения, ты делаешь хуже самому себе. Поэтому, когда мы признаемся друг при другом, тогда нам легче нести бремена друг друга. Вы знаете, что грех с возрастом, он не уходит. Он просто видоизменяется, но он не уходит. Если бы грех можно было пережить, ну, в плане, знаете, лет, когда стареет плоть, когда уже болезни приходят, то все старшие люди, 60+, они были бы праведниками. Вот если бы можно было грех просто пережить, вот знаете, грех действует 60 лет, дальше благодать и свобода. Все старшие были бы праведники. Но старшие тоже борются со своими грехами. Порой это неявное. Там нету, может быть, чего-то явного, но внутри, в сердце делаются страшные вещи. Поэтому каждый испытывает свое дело. К чему мы стремимся, зачем мы это делаем? Наставляемый делись всяким добром с наставляющим. Вот вы знаете, что Павел пишет, почему? Он не пишет, что копающих с вами не хватает, что может быть палаток шьющих не хватает, или может быть там улицу подметающих не хватает. Он говорит, у вас духовных отцов мало. Наставляемый делись всяким добром с наставляющим. Всяким. Я сейчас не хочу переводить это в плоскость денег. Всяким. Мы все духовные, мы сами поймем, о чем речь. Всяким добром. Почему-то у нас, у славян, принято считать, что служение в слове это служение дополнительное к чему-то. Вот допустим, я не знаю, я стою на дверях и я проповедник. Или допустим, я регент хора и я проповедник. Или, я не знаю, я ашер какой-нибудь или казначей и я проповедник. У нас всегда служение в слове дополнительное. Но посмотрите, как это было в Новом Завете. Что говорят апостолы? Нехорошо нам оставить что? Служение в слове и печчись о столах. Нет. У нас бы сказали хорошо и о столах, и о стульях, и о карпите, и о кондиционере, и желательно о финансах. Должен и обязан печчись. Служение в слове, наставление это очень важно, потому что как зарабатывать деньги вас могут научить и неверующие люди. Но как жить святой жизнью вас могут научить только те люди, которые святой жизнью пробуют жить, пытаются, и в которых работает Бог. Оговорился, пытаются. Чем больше мы пытаемся, тем менее святой жизнью мы живем. Те люди, в которых работает Бог. Поэтому наставляем и делись всяким добром с наставляющим. Наставление это и есть та беседа, на которую в наше современное время не хватает ни у кого возможности, времени, внимания. Нам хочется все сделать просто, быстро, четко, чтобы человек просто не занимал время. Потому что время это что? Правильно. Лиля, видно, подсмотрела конспект. Время деньги. И вот мы относимся порой к духовной жизни других людей по такому принципу. Давай быстрее, если нет, то иди отсюда. Но так, конечно же, духовным делать нельзя. И вот что интересное, не обманывайтесь, седьмой стих. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Знаете, меня удивляют люди в возрасте, в зрелых годах, которые с таким удивлением смотрят на своих детей, внуков, на свое служение, если таковое еще есть, и удивляются, почему что-то не получилось. Библия говорит, не обманывайтесь, что сеет человек, то и пожнет. Нельзя всю жизнь сеять в плоть, гоняться за деньгами, а в конце на старости насладиться духовными детьми, верующими внуками, состоявшимся служением, успехом в том деле, за которое брался, невозможно. Понимаете, мы обманываем себя, почему Библия говорит, не обманывайте, потому что Павел знал, что мы сами себя обманываем. Я думаю, что если я впахиваю по 60 часов в неделю и читаю Библию по 4 часа в неделю, когда я состарюсь, когда я выйду на пенсию, это, знаете, будет насыщенный днями, благоговейный, увидевший внуков до третьего колена и все в церкви. Нет, это будет седина со слезами, это будут скандалы, это будут слезы, это будут разрушенные семьи, потому что духовного не сеялось, сеялось плотское. Смотрите, что такое сеять в плоть? Возвращаемся на одну главу назад. Пятая глава. Дела плоти известны при любодеянии, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разноклассия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Но я же в это не сею, я сею в красивую, хорошую жизнь. Откуда берется этот перечень? Где его Павел вообще взял? А он берется от праздности, потому что, когда я сею в роскошь, то, что мы называем роскошь, роскошь, это то, что не является необходимым для моей жизнедеятельности. Все, что сверху, пропитание, одежда, кровь, все, что сверху, это отчасти роскошь. Поэтому, когда я сею в роскошь, и чем больше я в нее сею, оттуда появляется, там хочется где-то отлучиться, там хочется где-то не пройти, там не хочется почитать, там хочется пойти в какую-то компанию, там, а почему бы нет, я могу себе позволить, там я позволяю, там уже смотришь, откуда это взялось, и все это как снежный ком, потому что я сею в плоть. Я не знаю, я не застал злачных культур. Я без понятия, как там сеется пшеница, ячмень, жито и так далее. Я знаю, как садится картошка. Вот чтобы посадить картошку, это надо честно впахнуть хорошо, это надо пахать. Я не знаю, кто-то сеет под коня, садит в смысле, кто-то под лопату. Я садил под лопату. Это каторжный труд просто. Я не знаю, я потом не рад той картошке, но когда ты садишь, это вот сложный процесс. А смотрите, что нам пишет Павел. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Греческое слово, если не расслабимся. Ну как же, я же так напахался, я посадил эту картошку. Все, я жду. Она взросла осенью, там конец августа, сентябрь, взросла. И что дальше? Кто из вас выкапывал эту картошку? Там что под коня, что под лопату. Это, знаете, вот ничем не отличается, только попрохладнее, чем весной. Это большой труд. Мы почему-то привыкли жить в духовной жизни, вот так, знаете, я работаю, 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 приходит какой-то возраст, 45, 50, 55, 60, жну. А написано, вы пожнете, если не расслабитесь. Ну а как же не расслабитесь, плоть уже немощна, дух бодр. Нет. Когда плоть немощна, тогда и дух потихоньку немощный, уже ничего человек не пожинает. Написано, вы пожнете добро, если не ослабеете, если не позволите себе расслабиться. А если я расслаблюсь, что будет? Да не пожну я ничего. Мои урожаи, моим плодом, моим чем-нибудь другим воспользуется кто-то другой, и все. Я трудился всю жизнь, созидал, а потом, знаете, как в народе говорят, никто не сказал чего. Спасибо. Но порой мне хочется, чтобы мне это спасибо говорили до гробовой доски, а когда умру, еще целовали гроб, потому что я сделал. Но Библия говорит, что ты можешь пожать, если не ослабеешь. А если ты уже ослаб, то что сделай? Позови того, кто еще в силе, он поможет тебе пожать твое добро. Но это же мое добро, я же садил, никому не отдам. Пусть оно сгниет на огороде, но я никому не дам его пожать. Поэтому, братья и сестры, не обманывайтесь. Во что мы сеем, во что мы влаживаем инвестиции, там мы и пожинаем. Мы преуспели в этом деле, вы видите успех в этом деле. Вы преуспели в духовном, вы видите успех в духовном. Не обманывайтесь. Бог поругаем, не бывает. И далее смотрите, что написано. Итак, доколе есть время, 10 стих, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Может быть, вам приходилось слушать, слышать фразу, если бы мне кто-нибудь дал 20 часов в неделю свободного времени, я бы не знаю, что сделал. А если бы дали 40, да желательно еще оплачиваемо, я бы проповедовал не знаю как кто, я бы делал такие вещи, я бы в церкви тут переворачивал просто. Нет, не обманывайтесь. Потому что, если есть тех полчаса, и я ими не пользуюсь, то дай мне 20 часов, 40 часов, вообще меня от всего от свободи, пристрой где-нибудь к церкви, мне офисы, дай там пожить, ничего не изменится. Потому что Библия говорит, верен в малом. Бог же видит. Знаете, я не буду даже таким категоричным, как Сергей Гаврилов в одной своей проповеди, но он так сказал, поднимите руку, у кого нету одного часа свободного времени в день. Кто из вас настолько супер-бизи, что нету ни одного часа свободного времени? Я не буду так завышать планку. Поднимите руку, у кого нету получаса свободного времени в день? Это в принципе вопрос, но рук нету. Я не знаю, кто дерзнет сказать, что у меня даже получаса нету, я даже не сплю, я работаю. Нет. Полчаса у каждого есть. И давайте будем честны сами с собой. Раз я эти полчаса не использую для того, чтобы общаться с Богом, мне просто неинтересно. Там, где мне интересно, там, где я вижу дивиденды, там, где я получаю зримую прибыль, я, конечно, туда буду идти. А тут никакой пользы. Поэтому Библия говорит, что добрый, смотрите, будем делать добро. Добрый – это щедрый, хороший, полезный. Опять-таки, я не хочу переводить это в плоскость материальную, что давай доллары и сиди себе на лавке спокойно. А лучше давай больше долларов и еще более спокойно сиди. Знаете, у нас не пастырская церковь, к счастью, я скажу, к счастью. Поэтому я не думаю, что кто-то из служителей заинтересован в том, чтобы служило 2% членов церкви, а 98% просто жертвовали. Такой подход, мне кажется, не совсем христианский. Задача любых служителей – это взращивать, взращивать новых людей, будущих служителей и так далее. Это труд. Поэтому, если жертвуешь, слава Господу, но и будь добр, трудись. Так что же такое практическая духовность? В трех словах. Ну, не в трех словах, в трех таких вот тезисах. Первое – это упование на Бога, самоконтроль и служение другим. Упование на Бога, самоконтроль и служение другим. Вот и все. Это так просто. И это так сложно в одночасье. Уповать на Бога, смотреть за собой и служить другим людям. Именно в этой последовательности. Потому что, если я бросаюсь служить другим людям, несмотря на Бога, это фиаско, вы знаете, почему исправительные учреждения никого не исправляют? Вы не задавались вопросом, почему тюрьма называется исправительное учреждение, и почему, выходя из тюрьмы, человек хуже, чем он там был? Потому что там не исправляют. Почему они не исправляют? Потому что там нету божественной мудрости. Они думают, что наказав плоть, наказав тело, можно поменять душу. Да если бы можно было палкой, дрючком, не знаю, розгой, чем-нибудь сделать человека святее, как это делали отшельники, которые там самобичевались, их бичевали, по пяткам им там были. Вы знаете, что в одно время в мусульманстве давали от 100 до 200 ударов розгой по пяткам за употребление вина, за винопитие. От 100 до 200. Я не знаю, представляете ли вы, что происходит с вашими пятками, если там розгой дали 200 раз, но я скажу вам одно, винопитие никто не истребил. Вы знаете, рвали ноздри в Руси после Петра за воровство. Пол Сибири ходили без ноздрей, но воровство никто не истребил. Если бы, наказывая вот это тело, я мог бы быть святее. Ну, не знаю, мы бы устроили какие-нибудь там входные двери и просто братья-служители налагали бы руки, давали подыни, как вот этих христианских историк. Что-то делали бы и все были бы святы, но это невозможно, потому что практическая духовность начинается изнутри. Практическая духовность начинается с сердца, с того, чтобы уповать на Бога, смотреть за собой и только потом уже служить другим. Пусть вас Бог всех благословит. Аминь.